Доброго ранку всем! Витаю вас за святом! Ну, оно католики, да? Святкуют его усі люди. Я не знаю, в России его святкуют, чи ні. День Святого Валентина. По Валентинам... Ну, я традиционалист, в советское время вырос. Прошу прощения, в пролетарском районе слово пацана кров на асфальте. Ну, пытаюсь быть светским человеком. Себе закачиваю терпимость, уважение к другим предпочтениям сексуальным, да? Валентинов всех, мужского пола. Призываю обращать внимание исключительно на Валентин женского пола. Это не гомофобия, просто мне кажется, это так правильно. Это как, знаете, кто слесарит, гаечка, гаечки, оно же как-то неестественно. На каждую гаечку должен быть болт с резьбой. А у гаечки тоже резьба. И когда оно накручивается, то оно естественно. Ну, каждый человек имеет право на свое мироощущение. Я к этому себя приучил. Но только перед влогом слушал Виталия Портникова. Там по нему часто задают вопросы. Виталий очень умный человек. С детских лет служит КГБ СССР. Ну, и переходит как невеста по рукам от одной службы к другой. Если он хочет от души что-то сказать, не заплатные деньги. Ну, то есть, его заработок это его мозги. И если его кто-то заказывает танцевать, то тогда Виталий Портников неинтересный. А если он хочет от себя что-то сказать, он может за чашечкой кофе сказать очень много умных вещей. И вот он говорил про беседовал с Рашкиным Юрием Вдуть-передача. Ну, такая. Я бы на месте Юрия поменял бы название передачи, потому что Вдуть-это это на районе несерьезное, очень плохое выражение. И Виталий говорит, что Дудь общался с Щербаковым, какой-то есть комик в России, я его никогда не слушал, десантник там какой-то. И Щербаков говорит, что я терпимый к геям, типа, ну, терпимость по-российски, это два либерала общаются, Дудь и Щербаков. Дудь говорит, ну, я понимаю, что вот когда они в публичном месте целуются мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, это, ну, неправильно. Ну, в квартире пусть сделают все, что хотят. А Щербаков говорит, ну, мои друзья хотят, там, десантники их там расчленить в серной кислоте, ну, и так далее, это плохо. А я бы их вывез на необитаемый остров. Я к чему хочу, подвожу. Даже если я родился в советской системе, меня воспитывали, так как советского человека, нормального пацана, и я всю жизнь смотрел, смотрю и буду смотреть, уже старым буду, если выживу, пенсионерам, все равно буду смотреть на женские юбки, и это есть хорошо. И любить искренне свою жену, то, ну, и порно включать, если не будет никого рядом, если оно меня будет интересовать только мужчина с женщиной, ну, как у меня по-правильному, но все равно надо быть терпивым другим людям, если Валентин любит исключительно Валентина, и я в Германию приехал, в Берлине, я до этого не видел никогда, как мужчины в засос там целуются, на лавке сидят, ну, и друг друга гладят по ногам, для меня это было кумедно, и я в этот день у меня был двойной удар, есть такой фильм был Ван Дамма двойной удар, где потом мужик такой накачанный бык одел женский парик и шел с другим мужиком, а тот мужик был нормально одетый, и этот мужик был одет как женщина, ну, чулки, химба комбинашка, и какие-то туфли на платформе, но я вижу, что он горилла, там, накрашенные губы, все, и тогда они шли, ну, как пара, ну, но они имеют права, ну, им же что-то хуй, ну, они не должны ни в концлагеря ехать, ни быть арестованы, ну, им так нравится, ну, я не хочу никогда себя включать лысого с мордой и шрамами, ну, если я лысый, там, морда у меня со шрамами, ну, другой человек и хочет, так пусть выражается, как бы это кому-то приятно не было, не приятно, они никого не трогают, никого не убивают, ну, они так видят мир, поэтому всем мира, любви, счастья, даже тем людям, кто в одиночестве счастлив, главное спокойствие от души, как вы его обрели, либо в браке, либо в отношениях любовных, либо в какой-то гостевой брак, ну, будьте счастливы, всем мира, счастья, процветания и отсутствия войны. Так, начнусь сегодня не с военного, но потом будет много военной тематики. Еще раз смотрел передачу про релокантов, предпринимателей, которые едут в Испанию. Хочу всех предпринимателей предупредить, потому что, ну, я думаю, на низком старте из Украины убежать миллионы людей об этом мечтают, ну, если вы окажетесь, например, в Испании, то это очень важно. Наша девушка открыла бар, ну, и, в общем, бар пошел успешно, она с богатой семьи, и в престижном районе открыли бар, и все пошло нормально. И ходила туда пара, мужчина и женщина, в бар, кушали постоянно, и попросили в один день, что у нас прекрасная дочка, быстро учится, ей 26 лет, не могли бы вы ее взять к себе в бар на работу. Ну, а мне, говорит, ей как раз нужна была официантка, бизнес расширялся. Но она берет эту девушку, испанку, на работу, она работает 6 месяцев, и к девушке постоянно замечания есть. Там, то посуду разобьет, то холодильник неправильно не включит, кондиционеры не выключила на ночь. Ну, в общем, она ее решила уволить, уволила. И потом начались ее мучения. Девушка в течение дня, а, нет, не так, она на нее сначала накричала, ну, она кричала, сказала, что, если будет это продолжаться, я тебя уволю. и девушка на следующий день не вышла на работу. По испанской процедуре она уведомила работодателям о том, что она, ну, правильно уведомила, что она в на больничном по депрессии. Первый больничный у нее был 60 дней, потом 90. В общем, ей постоянно продлевали этот больничный 5 месяцев. И когда она на больничном, ты должна ей эту свою минималку по-любому платить. Ее платеж составлял примерно где-то 850 евро, из них 300 евро возвращал потом совбест ей испанский. Ну, платить она по-любому должна была. И, в общем, когда она решила ее уволить, Баха это называется, Баха это вот этот ерунда, типа, ты в депрессии, я в печали. И по Бахе обязательно выписывают по законодательству врачи, что ты должен восстановить себя, поехать на курорты. Ну, она уехала на Канары и на Тенерифе. По Бахе. Сегодня чаю у меня румянкового хербата. Так. Чтобы поменьше кашлять кашлять Ее чем она наняла адвоката по трудовому законодательству и когда она решила ее уволить, а пока она на Бахе находится вот этой, ее трогать нельзя, надо платить зарплату и все. И вот у нее уже Баха заканчивается, там интервал два дня и в эти два дня она присылает письмо, что она беременная. Бинго. Она спрашивает из своего адвоката, а что мне с ней дальше делать? А он говорит, пока будет она носить ребенка девять месяцев и один год плюс после рождения, ты должна платить эту минимальную зарплату. Ни один суд не выиграешь. Ну и кроме этой же минимальной зарплаты, она постоянно платила за нее налоги обязательно. В общем, у нее суммарный попадост от этой девушки, которую она взяла испанку на работу, получается 15 тысяч долларов. Да. Она 8 лет по законодательству может быть в декрете, но она только может год ей в декрете платить. Но по течение 8 лет она может оформить Баху депрессии, ну инвалидность, Баха по инвалидности. Ну она типа воспитывала 8 лет ребенка, попала в депрессию и испанское законодательство выдает инвалидность без проблем. Ну расшатанные нервы по воспитанию ребенка. И вот когда она уже оформит инвалидность, то с этой минуты она должна ей тоже отчислять деньги определенные на содержание ее инвалида, так как она с ее работы пошла в Баху депрессивную и потом стала инвалидом. И эта система там массово работает, там целые специальные юридические конторы, которые ведут этих ухилянти в отпрасе. Когда она начала с ней судиться, она узнала, что ее муж тоже в соседней пиццерии рядом есть пиццерия, в которой муж точно так же сам пиццерию сделал. То есть они вдвоем ходят ездят по курортам, обнимаются и пиццерия и та закидывает примерно две штуки евро на двоих и они наслаждаются жизнью. Если отморозиться и начать процедуру своего банкротства, то как физическое лицо, ну как юрлица, то как физическое лицо ты должен все равно выполнять обязательства перед этим инвалидом и если ты это все проигнорируешь, то они в ЕС высылают директивы испанцы и тебя бочат по всему ЕС как предпринимателя. В общем это бизнес в Испании они дрючат так предпринимателей и испанских и своих. У Зары условной там гигантские выплаты вот этим сбаха этой по инвалидности потому что они в депрессии. И самое интересное она захотела запросить документы по беременности по по испанскому законодательству документы по депрессии нельзя запрашивать потому что это нарушение прав человека. Срочно надо выезжать в Испанию и становиться этим бахистом. Баха Карина Аргова слушал ее с утра она сказала что Джонсон это религиозный экстремист собачка Трампа и он ничего не поставит на голосование по Украине. Их главная задача Путин порешал все с Трампом сорвать эту помощь. Если в ближайшие недели ничего не вырастет то уже до президентских выборов а после президентских выборов в общем этот год мы как говорила масса специалистов что все будет нормально да 2-3 недели и дадут по войне я читал книгу по военной тактике главная задача в войне навязать свою тактику а не ввязаться в тактику противника да это основы бокса в этот в эту тактику входит стиль длина рук сила удара подвижность ментальность так и в войне ты должен знать свои сильные слабые стороны и навязывать свою тактику войны а не то что у нас сейчас происходит с Авдеевкой наш маршал Владимир Александрович взял нам бразды правления на себя и зря это он сделал общался с одним там приятелем блогером ну скажу так большой типа журналист и он говорит там его знакомые те что типа он считает специалистами по войне назвали назвали дилетантом повторюсь мне лично все равно среда блогеров это каждому друг друга кинуть какашку дилетанты или профессор или маршал я же повторюсь я вчера писал телеграм канале у себя главное что все то что я сказал сбывается к большому стыду когда я даже у того Романенко давал интервью все что я сказал сбылось и потом бутусов плюс и другие крутили мои шурсы и Романенко и другие до копейки до копейки все сбылось к сожалению а ситуативная комната Ромштайн НАТО и наш ГШ все мимо да ИГУР который провалил наступление россиян со стороны Донецка они нам рассказывали про одному представительную железу Путина что он умирает Соловьева пересказывали занимаясь ерундой за то что они провалили формирование ударной группировки на дуге Сватова Углидар Марьенко Буданов удали героя Украины прекрасно Поэтому дилетант так дилетант мысли дилетанта к сожалению которые сбываются сбываются почему я не дилетант в своих предсказаниях потому что прочел все книги мира по войне люблю увлекаюсь этим записываю цитирую анализирую да мне это очень нравится поэтому легко предсказывать нашего командарма он вообще легко предсказуем важную мысль вчера с другом общался он говорит вот Сырский надеется на националистов в узкие места сейчас третью бригаду это же одни нацики в тяжелую на участок Авдеевка направляют а как назначение в глав так сплошные генералы с пророссийским дужком ну водится такое командующий ТРО который вообще боролся с Белецким из полка Мазов ну когда они были гражданские как спасать ситуацию так нацики а как грулить бобом большим так пророссийские генералы он воюет за Украину Сырский все понятно хоть он закончил вышку военную которая девятое управление КГБ СССР готовило но все равно ментально принятие решения человека которому скоро будет седьмой десяток да СССР вот он как маршировал по Красной площади так и будет это все продолжаться Дипстейт открытые фортификации на Часовом Яру хотя у нас там холмы типа удобно но россияне быстро выносят наши позиции с помощью ФПВ-дронов и штурмовые бригады подготовленные десантные заходят на наши позиции то есть на Часовом Яре нам двух лет новой фасы войны не хватило сделать фортификации крытые и их выбивают они об этом пишут открытым текстом орут по Авдеевке они также пишут дипстейт что основные артерии уже по полным огневым контролем россиян мы туда уже завести не можем а кое-кто ночью может выбежать это как 50 на 50 как повезет мы получается уже в окружении некоторые люди пишут это зрада это ипсо ну да ну поедьте туда съездите и дипстейт ипсо уже ну все ипсо они ипсо те кто молчат они довоюются они в таких двух трех операциях сейчас угробят все самое лучшее наше и все и будет капитуляция хотя там некоторые говорят а мы выдержим десятилетнюю войну с россией то не надо так далеко заглядывать заглядывайте на ближайшие как говорит великий арахамия два месяца да два месяца 60 дней если цирский говорит что он в обороне зачем ты опять заводишь войска в эту кашлатину в Авдеевку если я был в обороне делай линию ровную ровняй ее да я на часовом яре нету позиций никаких а ты загоняешь людей в эти полу ну я хочу спросить Зеленского вам нужен 9 микрорайон Авдеевки разбитый вот что вам там нужно в той Авдеевке жизни наших людей цитаты великих роспех роспех я знал одного блатного Запорожья морпех держал метаур Запорожья а есть роспех это Алексей Стой запоминаем роспех это Алексей Стой он хвалит российскую пехоту вчера его выражение все крутят по телеграм каналам было Путин не хочет воевать он извините по гороскопу весы и я весы в один день с Путиным родился 7 октября то нормально воевал когда воевалась и кровожадный такой был что мама дорогая ну да откуда это он взял что весы не хотят воевать ох и лёха если интересно на какие кто платит ему на его криптокошельки с какой страны отгадайте как её зовут украинцы снял из рахунки 27 миллиардов гривен выше засвечен це абсолютный рекорд з лютого 22го року ну люди не верят в экономику Украины детей вывозят хотя Наталка Масичук неплатный журналист это совесть украинского народа совесть украинского вуха она никогда за деньги не работала ни сучка она говорит что в Украину все повертаются у меня знакомые кого знаю детям сейчас 13 жены решили что ну мужьям сказали что в 15 наш ребёнок выезжает из Украины даже не обсуждается на население каждый месяц покупает 1 миллиард наличных долларов это официальные данные НБУ вчера Собчак выложила ролик не ролик а влог с Борисом Кагарлицким ему 65 лет он ещё при мне молодом сидел его арестовывал Брежнев он сам с титульной семьи интеллигентной там у него и художники и поэты и театралы он всегда протестный но дядя интеллигент они тоже вовремя не умеют ревуцироваться написал шутку когда взорвали мост Керченский он мог получить он мог получить условно но из-за того что международные журналисты на Валдае попросили Путина заняться этим вопросом ему пересмотрели апелляцию первое решение было денежный штраф и дали ему пять лет колонии ну дедушка посидит там Собчак этим парнем тоже дали по семь с половиной лет за шантаж друга Путина а Собчак написала что ну я там все проклинают что я все порешала ну ее на поблок поставили она денег заплатила ну если она заплатила денег то значит их не будут избивать в колонии они не будут сидеть на строгаче на ШИЗО ну по ним придет циркуляр и они их выпустят по условно досрочному освобождению ну года 20 лет но вчерашний влог который выложил Собчак он ей может тоже сейчас соукнуться пуша этот мужчина осужден по статье жесткого экстремизма единственного единственного он хвалил ФСБ что его задерживали очень уважительно испочтение ну да ну похвалишь их в 65 лет заехать на хату это по-моему не камильфу и на восьмом десятке выйти в общем Египет подогнал танки Израиль подходит самому последнему городу этого Хамас понадусю на границе с Египтом ну Египет я считаю это пособник Хамаса они им всегда помогали все туннели все снабжения все контрабанда Египет под давлением США корчит из себя девочку пеструшку Израильтяне ненавидят Блинкина за то что мешает воевать нормально против Хамас Банкин хотел сказать Байден подыгрывает тоже своим избирателям с Палестины в общем ситуация сложная ну я думаю не Таньяху додавит этот последний город и у Израиля будет все хорошо военные операции они планируют даже в наступлении весьма талантливо и гибнет израильтян немного в Москве было влучание по заводу МИХ на Ленинградском проспекте и загорелось одно из зданий ну горело так нормально но небольшое вчера слушал Пескуна у Карасева Карасев говорил что надо было слушать Донбасс Бомбас Домбят ну Карасев это оккультный идиолог русского мира в Украине Карасев понадусе такие цепи как у моего Стаффорда покойного покиненного собаки персни такие на руках ну уже тебе седьмой десяток будет найдет но оденься как нормальный дедушка он наверное больше кушает как готы на на кладбище в общем Пескун у него выступал это человек усы вот такие усы у него как у таракана носит китель такие как у Сталина в общем Пескун сказал что Кушнарев был идеологом русского мира харьковчанин чтобы отсоединиться качал качели и ему пришлось его посадить в тюрьму и объяснить что он Кушнареву даст лет десять когда Кушнарев сказал что я больше не буду шишки собирать Пескун его выпустил Пескуна теория такова что надо было все наобещать по Минску два этим а потом бы он их пересажал ДНР и ЛНР но я думаю если бы ДНР и ЛНР мы тогда создали и там осталось два армейских корпуса Российской Федерации которые они назвали полицией имени Гиви и Моторова то я думаю они бы пескуна быстрее задержали чем пескуных Трамп начал играть с электоратом который сочувствует Украине в США и сказал фразу что Украине можно дать беспроцентный кредит хочу поправить неграмотность этого бизнесмена миллиардера четыре раза себя банкротившего что кредиты выдаются только на процентной платной основе а беспроцентными и неплатными выдаются займы в виде суды судно поэтому нужно учить экономические нормативы и понятия и определения и типа если Украина будет нашим союзником то мы спишем этот кредит а если не будет нашим союзником то мы заставим его выплатить начал заигрывать и с нашим электоратом Жданов я редко упоминаю этого человека тоже он аналитик военный не дилетант в отличие от меня Жданов надеется что до конца февраля проголосует за помощь я заново через своих еще людей просил несколько раз помочь мне осветить мобильные минометы проблематику но он один раз сказал и все за 4 слова и то спасибо я даже за 4 слова благодарен так из плохого то же когда начал малювать свои каляки маляки Соня Морозюк то у нее резко за год появилось много недвижимости две квартиры в Киеве одна в Харькове ну все новые большой земельный участок в престижном районе Киева ну и т.д. и т.п. там видите как студии на все все рухомо-нерухомо майно ДБР наложило арест хотя Соня Морозюк не участвовала с ними в этих делах но ДБР выявила что перерост капитала Морозюк произошел не с помощью ее каляк-маляк а с помощью этого Гриневича молодого да так бывает из перстей снял и от реклаз от нароченного арест майна произошел они видно увидели источник происхождения откуда деньги были поэтому когда рисуют какую-то ересь и ересь да ну может ее кто-то покупать у нас демократия но я в этом вообще не вижу никакого искусства вот говорю свое личное мнение я помню Соню Морозюк у нее были прекрасные влоги по сквирту она любит сквертить ну сквирт это когда во время секса идет возбуждение клитора и области мочевого пузыря ты начинаешь ссать это она рассказывала что я без сквирта не могу сквирт понадусе мне кажется больше она там преуспевает чем в рисовании а чтобы преуспеть в рисовании надо научиться рисовать и видите из кумира превратилась в изгоя как сообщил советник мэра города Петр Андрушенко есть прилет мангушской части мариупольского района на место уже помчались скорые но это я шел по улице в одном районе надо мной прилетели эскадрильи и повезли они скальпы но эти скальпы прилетели кутысь говорят и в саках горел аэродром и этот мангуш взрывалась детонировала долго выражение я услышал прекрасное говорят сырский это уберет не верю все так и останется выражение в армии журнал ведения журналов да и журналом помогает погоняет есть такое и за этим журналом создано 87 управлений начиная от штаба от штаба ППД военной части и за ну это же каждый журнал ведут девочка в полях НШ девочка на ППД и девочка потом переправляет в оперативное командование оперативное командование потом переправляет Министерство обороны в общем в этих отчетах еще 500 человек в обслуживании этого журнала ведения журналов ну да и командир вместо того чтобы планировать бой он занимается журналом ведения журналов а если его не оформишь то тебя посадят забор забор из поездов 30 километров сделали от Волновахи до Еленовки Оленевки зачем пустые стоят ну мне кажется у них они все усилия бросили на Авдеевку да и Новомихайловка за Марьинкой и они боятся чтобы там если будет прорыв чтобы это была естественная преграда какая-то я так это вижу услышал выражение такое что мой влог самый лучший по версии моей мамы я сегодня про мам прочитал в атеисте что моя мама знает что такое масонский заговор влияние 5G влияние прививок на ДНК но моя мама никак не может научиться пользоваться плеймаркетом это моей маме и моем папе я им когда установил интернет-банки они просили убери нам это ища ища диада мы не хотим им пользоваться интересный влог я смотрел у Романенко по зерну Польша выступал эксперт Юлий Заря не Юрий а Юлий он объяснил что польские фермеры 60 дней в году у него всего лишь работа максимум 90 потом все остальное время в году у него простой 9 месяцев 9 месяцев он работает на каких-то других подработках потому что ну так такова технология обработка земли это примерно 50 гектаров у каждого фермера еще больше за ними ухаживать не нужно им дают тонны налоговых субсидий если у нашего фермера только возврат НДС то у них дотации от ЕС идет где-то примерно 120% на тонну стоимость их продукции они себя не обрабатывают даже никак это просто мартышкин труд который при Польшу так ублажает вот полтора миллиона людей если бы их не датировали они бы закрыли все свои фермерские хозяйства объединились купленные конгломераты у этих фундистов кое-как выживали бы но в той форме в которой Польша находится мелкое фермерство оно не живучее оно живет за счет дотации дотация 120% есть украинское зерно на рынке нет дотация будет по-любому в этой вот сейчас придет им дотация 60 миллиардов ну как бы я решил конфликт услышал все эти притрения мы должны с поляками и румынами договориться что наше зерно уходит на Африку и Китай но через порты Польши и Румынии мы даем гарантию чтобы машина зерновоз которая въезжает на территорию Польши она сертифицировалась и этот сертификат появлялся в порту Гданьской или Гдине так надо сделать мы не должны его завозить это зерно на рынок Польши так этот вопрос решится если мы будем опять его высыпать самой же Польши и в Европу везти поляки считают что рынок Европы зерновой это их рынок это их не кода и поэтому такая жесткая реакция но зерновой рынок Польши и фермерский это полный аналог субсидированного нашей угольной промышленности она была для того чтобы была просто эта профессия и все она не имеет никакой экономической целесообразности там получается если бы Брюссель отказал датировать Польшу то каждый гражданин Польши раз в год должен датировать польского фермера на 1800 евро из своих денег налогообложенных я остановлю на секунду сниму худе жарко так по зерну закрываем тему там все просто надо решить надо прекратить зерном нашим заходить на рынок ЕС потому что мы с Польшей поссоримся окончательно и Дональд Уск стал полностью поддержку фермеров он сказал фермеры понадобится они шантажируют ЕС и просто тупо выкачивают бабки там никакой экономики нет но хочу похвалить я жил в Померании там солнца мало но у них такая вкусная черешня наша вот эта херсонская вообще рядом не стояла просто никакая по сравнению с польской я не знаю как они ее вывели но каждая черешня такая кладешь ее в рот просто мед и у поляков например рыба короб карп намного вкуснее нашего солкового вообще у них есть день карпа в общем ну и модно летом как и у нас привозят эти бассейны и продают вот такую рыбину покупаешь я не помню сколько он стоит 7 злотых килограмм или 17 я вчера делал репост там показано как парень россиянин оказался идти в мясной штурм повесили прямо на дереве написали табличку перебив ноги перед этим смерть отказникам поэтому когда задают вопросы почему они атакуют салавдеевку ну смотрите вы выпили два глотка первенки на винта вас прет то есть у вас страх полностью притуплен они под наркотой это за вдв за 9 расплескала синева это все балда ну и плюс расстрел да был прилет вчера по нпз капотня пригород москвы ну ну горело знатно хорошее выражение вчера не помню какую небольшую книжечку читал было выражение если вам не увидят еврея то я буду счастлив но это знаменитый философ когда начали с нагонения на евреев у Гитлера то он так стал на их сторону просто там один одно мурлок какое-то ворвалось телеграм-канал и начал оскорблять евреев я его забанил ну а он ворвался нашего ребенка зарезали в Германии турок маленький ножом и он писал что так и надо что мы все такие-то морды их на нас надо резать всех граждан Украины призываю пожалуйста можете любить нашу страну свою родину свою семью поменьше за рубежом ходите в своей этой форме там или флагом или я кохаю Украину с одной целью вас никто не спасет если какой-то дурачок подойдет ешилом вам пробьет почку то вы просто умрете на месте и все лучше любить по-умному понимаете помогать там донатить чтобы наши солдаты успешно воевали мы же и поддерживаем Израиль нас и арабы не любят поэтому я когда-то так купил форму на площадь Дуома там где из-за Дуома магазин продают футболки самая большая цена футболок и итальянских клубов в этом месте ну дурачок только приехал купил за 90 евро эту футболку а я болел тогда Наполе в клуб мне нравился так вот самое важное первое по футболкам если вы хотите недорого купить футболку вам надо ехать и ваутлеты ну это серовалы и там футболка того года фирменная Милана или Интера или Ювентуса продается в два с половиной раза дешевле это первое перед футбольным матчем тоже прекрасного качества футболки вот я ходил на матч Интер Милан она стоит 35 евро ну не 90 подсказка поэтому запоминайте если вы приехали в центре Милана ничего не покупайте вы попадете я купил билет себе на матч Сан-Сира и поселился в районе Сан-Сира а район Сан-Сира это так ножичком получить вживо там Хезболла Хамас по надусе итальянцев там мало встречал там все в основном в чадрах ходят и я делал футболку этого на поле а мне полицейские говорят ну написал переводчики что говорит ты ее сними потому что я тебя зарежу и мы тебя не спасем они узнали что я не местный остановились да и я эту футболку быстро снял так можно за футболку получить ножичком живот и все и все 53 года моей жизни пойдут на смарт Фейхен сказал что у Байдена есть возможность через схемы Пентагона сбрасывать оружие странным партнерам в ЕС они будут потом переваривать нам но Байден что-то это не делает я объективно как и за Байдена так и за Трампа ругаю в Днепре вчера ну был боль над энергообъектом на моих глазах это все было этот рой летал с полдвенадцатого ночи до двух попали они в энергообъект ДТЭК повторюсь не будем покупать новые ЗРПК о которых я говорил с этим влогером который говорил что друзья его говорят что я дилетант то ничего у нас не будет район левобережья как написал Филатов отселяют больницы люди без воды были электричество вроде появилось да ну вот смотрите Ахметов в том году в том месяце купил трех игроков ну двух точно Невертона еще одного выкинул ну приличные деньги миллионов 30 то есть он мог бы за эти деньги купить батарею ЗРПК которая бы прикрывала донецкое направление города Днепра и прикрывала бы предднепровскую ТЭС которую он приватизировал непонятно как но он этого не делает ну и в итоге этот объект будут ремонтировать 6 месяцев не покупать из РПК легче всего как Филатов зайти утром в Фейсбук и сказать мрази не забудем не простим это вообще идеально и я могу так писать ну один мне человек сказал он общается там с рыжими и сам он рыжий в Днепре ну рыжий это с деньгами что с одной стороны по моим влогам подписан контракт на покупку новых ЗРПК но они сейчас только производятся ну слава Богу не вертан понадусю не вертан не стреляет да а если бы у нас была сетка такая по всей стране о которой я говорил то эти бы шахеды не долетали бы до Драгобыча это какой позор стыд это стыд такой что у нас до сих пор шахеды Х-59 летят до Драгобыча а была бы сетка он бы где-то умирал в степи какой-то нашей и все ну и куски бы не падали на дома как показывают в Одессе а он падал где-то в поле ну а зачем тратить на ЗРПК если вы сделали доп. эмиссию 400 миллиардов гривен да ну что не могли найти каких-то денег на ЗРПК мне например в том же самом Днепре или в другом уровне вообще ничего не принадлежит вот члены душа как у АТШ ну была такая послодица в АТШ сейчас хорошо живут в отличие от меня ну это ж ваше вот например ну говорят владелец города там Корбан и Филатов и других городов такие же самые мэрии ну это их не города да их не собственность начиная от коммунальных служб ну купите хотя бы ради себя потом же по вашим автохозяйствам прилетает разгорают все автобусы вы не получаете коммунальные услуги потому что Левобережье не будет получать теплосеет и услуги да это замкнутый цикл это налоги и все остальное ладно нашей власти центральной это не надо так вы хоть себя без запаса или я пола разбомбленная столько толстосумов с Днепра и до сих пор не решите этот вопрос я ж не то что на их плечи хочу это переложить просто наша центральная власть это не делает так сделайте хотя бы вы это мой Кент ну мы с ним долго общаемся благодаря Ютубу вчера посадил 6 или 7 елочек у себя и прислал фото круто третья бригада в Авдееке вопрос был ну это обычные люди у меня были друзья там величайшие спецназовцы СССР третьего полка просто монстр но это обычный человек вы его сколько не надувайте это просто один человек что-то я там от них ну на Авдеевке ничего не вижу с Авдеевки надо было выходить 3 недели назад сейчас это это преступление перед украинской армией что там начинает происходить перед личным составом об оживлении фронта я вне турбинных приводил пример сцены когда Тальберг начальник НШ Генштаба Скоропадского Владимир Тальберг его кстати тоже Владимир Тальберг звали и жену звали Голубушка Елена представьте и он Владимир и она Елена и были одни планы а тут Тальберг срочно убегает с немцами Германию ну да и он не берет Елену одно место в поезде у Тальберга это насчет оживления фронта можно тогда оживляться что придется с Киева бежать вот этот суд может начнет нормально минировать потому что вот эти ТМ-62 они же не сработают люди идут ногами Авдеевку берут ногами да не танки а люди то же самое будет на Сумах Чернигов и других направлениях опять двойка из плохого 21-летний старшина Эйяль Бродский сын послал Израиля в Украине Михаила Бродского тяжело ранен в бою в секторе газов хоть этот Бродский не любит Шухевича и Бандеру за что я ему не благодарен но я выражаю соболезнования желаю скорейшего выздоровления его сыну если бы Михаил Бродский побольше читал нормальных книг то он бы не был Дмитрием Гартоном немецкий концерн Рейн Метал начал строительство нового завода по производству боеприпасов в том числе и для Украины Рейн Метал понад усе я их везде где только мог продвигал он говорит что за полгода построят новый завод ну дай бог он будет находиться в городе Унтер-Люс между Ганновером и Гамбургом главное туда не брать револокантов с Россией работать генеральный директор Рейн Метал Армин Паппергер Армин это же у них был царь великий полководец да германцев Армин да в честь него назвали этого Армина в России число церквей и мечетей превзошло число школ и я вас с этим поздравляю религия это зло был вопрос по Любарскому как его понимать манипулятор он же сегодня одно завтра другое Трамп в чистом виде и плюс подчеркнутая надменность он такой я таких не люблю там сказали что Балашов полностью ответил на вопросы этому Павлу Себястановичу диктатура то то что было при Брежневе покажется Балашову цветочками не дай бог он попадет в военную диктатуру поэтому про эти горошки он просто должен забыть и как либертарианец не говорит такое Геннадий Викторович Балашов большим уважением ну еще забыл Роспехота это Алекс Арестович он у нас нас учит воевать у Фельдмана военные дневники про мужество какие мы должны быть как мы должны идти на мобилизацию ну тошнотик можно так сказать и он вальяжно я надеюсь не с любовником ходит в центре Монако мимо центрального казино Арестович Панадусе молодец вояка как он говорил начнется только вторжение я сразу буду на фронте на каком я надеюсь что он рядом был это не его любовник не Валентин так Маск весьма весьма я в интервью Путина ну Маск перед этим сказал что надо Украине сдаваться у нас ничего не получится ну Патролил Путина паны Путин чему вы вторглись в Украину я сам до цего подхожу и подвожу вас бачите 28 травня 2016 року в зоопарке Сенцинаде застрелил Григо ну да Рюриков Рюрикович кстати же вот эти все статейки писал Глазев уроженец Запорожья а сейчас пишет Мединский уроженец Черкасской области везде наши проходимцы Трамп Трамп начиная от Сербии заканчив Афганистан ЕС это население полмиллиарда пятьсот миллионов с мощной экономикой это надежный торговый партнер США и такое говорит в адрес ЕС это надо быть просто умалишенным цена вопроса Украине 61 миллиард долларов это 9 дней налоговых сборов в Соединенных Штатах Америки смотрел фильм интересный о опять Любарский я не знаю ему кто-то задонатил он пишет по 8 блогов в день на двух каналах где-то вообще без остановки працю кто тебе танцует шановный пан фильм Ангел смотрел Израиль снял на реальных событиях особый посол по поручениям Анвара Садата это как Ермак у Зеленского он был топ-агент Масада ничего личного это просто жизнь я кстати понял что Бигуса охлопнули Бигус перед этим 4 недели назад снял фильм о партнере застройщики Ермака и получил сразу камеры прослушку там была полемика у Павла Слабостановича с дубиной военный человек и план действий главком требует от главкома требует президент президент прежде чем требовать план действий от главкома он должен сказать на какие деньги может рассчитывать ресурсов главком мы должны идти от обратного потому что война это исключительно деньги нет денег нет войны там спрашивали по ПТРК Стугни есть ли выстрел ну да есть я массу видео видел как они стреляют УФ и идет успешное поражение вы же видите вот видео мы смотрели идут половина роты они идут пешком двумя кучами минных полей нет противопехотных без проблем Портников сравнил залужного и сырского в каком плане на эспрессо он его поддернул залужного он говорит не факт что залужный умный и классно воюет а сырский иноземец и плохой вояка он привел пример что Де Толлио выиграл войну 1812 года разбил Наполеона и захватил Париж да будучи шотландцем и по-моему немцем там наполовину а любили Кутузова который был бездарный и тупой ну свой и был очень добрый и улыбчивый вот видите Портников умеет врач врач женщина которая сказала одной потерпевшей в Москве что ваш муж законная цель ей 65 лет или 67 к ней ФСБшники пришли с обыском вот женщина всю жизнь проработала врач Москвы и какая она бедная да ничего нет ну врач молодец я ее хочу похвалить если вы что-то ляпнули и вас не писанули то идите в отказ ее выпустили сюда потому что ее слово против той слова все не подтверждайте что вы такое сказали а вы сказали правду ну и по директивам зауженного и сырского когда еще был зауженный то мне военный говорил ну это как письмо дяди Федора был такой мультфиль про стоквашино письмо начинал писать дядя Федор заболел потом писала собака подшален Печкин и кот Матроскин так не может быть там сейчас этот Корчинский вчера его два влога послушал долго не слушал и Фельдмана слушал он такой грустный у Натальи Масельчук что-то у него все поменялось он даже такую речь сказал что может быть момент когда Киев в один день заявит что все мы капитулируем у нас ничего нет и Корчинский там под Зеленского плотно красавец вот это оппозиция вот он умеет умеет там где гроши там Корчинский у него подразделение работает сейчас при Буданове Гурмо интересно я смотрел аналогию что приводят пример пример когда Сталин увидел что Зужуков натворил под Харьковом и Ржевом ну 2 миллиона 200 тысяч человек зарыл он убрал во вставку и назначил совсем других по просьбе Васильевского руководить Сталинградом и Курской битвой ну видите а вы говорите Сталингупы на зарплаты военным в том году было потрачено 1 триллион гривен да ну и военные массово жалуются что от Министерства обороны ФПВ дронов вообще нет до сих пор а приходят только благодаря донатам населения Сенат проголосовал что нам надо помогать ну Джонсон говорит я это даже на голосование ставить не буду читал много про Мерседес Елиник еврейскую девочку которая вдохновила создание легендарного автомобиля ее папа был Эмиль Елиник был дипломатом австрийским он дружил с производителями которые создали концерн Мерседес даже был торговым агентом и попросил чтобы в честь дочки назвали этот автомобиль в переводе Мерседес означает милосердие благодать он дружил с Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом ну и они в честь дочки назвали этот автомобиль о ее судьбе жизнь Мерседес без Мерседесов здесь вовлекалась пением обладала хорошим сопрано и игрой на музыкальных инструментах в 1909 году вышла замуж за барона фон шлестера родила двух детей в 1926 году влюбилась молодец по сердцу художника скульптора Рудольфа фон Вейгля и со скандалом убежала от барона но второй брак тоже оказался несчастливым супруг умер через несколько месяцев после свадьбы печалька в 1929 году в неполные 40 лет умирала сама Мерседес от туберкулеза видите все даже богачи а мы говорим антиваксеры антиваксеры массово умирали от туберкулеза богатые интересную передачу смотрел про знаменитого хоккеиста Рея Бурка который 20 сезонов шел к кубку Стэнли и перешел уже он был легендой Бостона лучший защитник НХЛ на все года и перешел колорадо ради этого кубка и я вам говорил когда Сакик взял кубок в руки он передал поднять Рею Бурку да с темы на тему не жахаемся фанатка плохого человека ну дозрубательное слово Алена Блин это такая ведущая в России будучи лесбиянкой поддерживает закон о запрете ЛГБТ пропаганды я буду любить свою девушку на кухне в общем Жозеп Боррель попросил ввести станции против Израиля их уже ввели на поставку вооружения деталей для Ф-35 суд Нидерландов постановил остановить экспорт в Израиль запчастей для истребителей и штаб квартира Хамаса была под центральным офисом ООН в этом в Хамасе также я много читал про хоккеистов у них большой темп нагрузки большие много перелетов и организм быстро изнашивается и многие хоккеисты пристращаются к наркотикам и алкоголю очень много передач смотрел про россиян знаменитых которые стали наркоманными алкоголиками хоккеистов но также хочу сказать был такой знаменитый Тавгай тот Федорук украинец американского происхождения канадского тоже пристрастился к кокаину но спрыгнул сейчас у него прекрасная семья и хорошая карьера но выглядит очень старо уже потом был такой легенда НХЛ Ричардс лидер Лос-Анджелес Кинс по-моему олимпийский чемпион два кубка стены реальный лидер команды был сел на героин его споймали на таможеннике с героином и потом карьера рухнула и был такой знаменитейший Тавгай бугард НХЛ умер от передоса во сне огромный был ну из плохого Филипп и Горловка ну Горловка это не любимый вид занятия любовью с мужчиной у Филиппа это город в Украине и получается Филипп Большоготка со словно родного артиста России Панина который Филиппу дал в рот к сожалению и сам у него брал но это он он так говорит я об этом рассказывал раньше как я писал непутевые казаки в России выступил в Горловке с песней спел песню снег ну это песня ее Ирина Билук написала снег называется посвящается тем кто лежит в снегу уже убитый ну хорошая ассоциация это по-своему он выразил протест интересная тема не выключай меня слушай читал я много про Эпштейна это парень который в 12 лет в 20 лет обладал феноменальными математическими успехами бросил универ преподавал математику уже в колледжах и частные уроки давал ну гений был потом он открыл финансовые компании набил руку на инвестициях на хеджированные и на венчурных фондах и начал обслуживать миллиардеров ну брал умом компании его вроде бы были неэффективны основной офис он открыл на Виржинских островах Виргинских это было связано с налогообложением скупал недвижимость в лучших районах мира был меценатом Гарварда на университет перечислил 30 миллионов долларов и на островах Виргинских открыл этот центр для развлечения для богатых и всех своих вип-клиентов которые у него обслуживают в вип-фондах начал приглашать отдыхать сексуальные вечеринки у него была такая подружка был такой знаменитый уроженец Украины Западной Украины Закарпатия Роберт Максвелл у него была дочка Гислейн Максвелл она занималась Будом светская львица Лондона вот так вам и Лондон и она сказала предложила Эпшейну создать бордели на Виргинских островах и бордель был еще и в Майами и они начали туда возить весь все голубые фишки США и возили туда молодых девочек вербовкой девочек занималась Гислейн Максвелл она за это сейчас получила уже 20 лет тюрьмы ей дали там все доказано все нормально Акоста прокурор который первый раз отмазал Эпшейна это был друг Трампа после этого Трамп тягал из-за этого Акосту и сделал министром труда в своем правительстве за скандалом этот Акоста ушел после этого скандала Эпштейна один раз отмазали был он там в тюрьме в которой он мог ходить на работу в офисе и по очередному делу эпизоду когда поняли родители девочек этих что можно раскрутить этого богача он загремел в тюрьму начал шантажировать своих покровителей и его там кукнули клиентами Эпштейна были Борис Джонсон друг Зеленского оба Буша и Буш старший где-то туда возили к девочкам маленьким Клинтон но фишка была от этой девочки 15-16 лет 14 Марк и Цукерберг Дональдович ездил ну то понятно и даже друг украинского народа который постоянно голосует против нас Линдсей Грем который приезжал поддержать Киев даже был там премьер-министр Израиля Эсхук Барак ну в общем начали всплывать в последнее время списки Эпштейна и там появляются все новые и новые фамилии и возили туда этого принца Саудовской Аравии тоже балдеть Из хорошего началась блокировка в топ-банках Турции и Китая российских счетов но они что-то придумают эти гады Смотрел интересную передачу про один из лучших клубов Аргентины миллионеры Реверт Плей я люблю эту команду болел за них в Аргентине у них был период сейчас справления был такой игрок Плеймеркер Монако Гольярда любил очень умненький в центре поля десятка и он создал возродил Ливерт Плейд и выиграл все что можно Гольярда пока правил этим клубом лет 5 громил все сейчас этим клубом руководит Деми Челес если помните такой был по-моему он защитник играл в Баварии даже и весьма успешно вчера была Лига Чемпионов я смотрел матч шикарнейший Лейпциг Реал Мадрид Лунин провел шикарный матч два раза потянул это то что я помню я уже так полутумане смотрел матч был на загляденье кто не видел посмотрите и растет криптовалюта поздравляю всех спекулянтов почему она растет ну когда появляется много денег много доп.эмиссии свободные деньги лезут похеджироваться это аттракцион удача это не финансовый инструмент поэтому чтобы там зарабатывать надо иметь инсайдерскую информацию и надо иметь прекрасное базовое финансовое образование чтобы вовремя закрыть сделку закрыть ордер открыть и закрыть поэтому всех поздравляю обалдейте пока обалдеется и заканчивая я смотрел я вторую часть выпуска Кравченко блогера про спорт он сравнивает Анадырь и Анкоридж в Анкоридже он показал школу обычную школу среднюю 1800 человек учатся 4 шикарных спортзала олимпийского уровня и бассейн и правда в Анадыре он нашел частный лицей тоже отлично но всего лишь на 150 человек ну там без вопросов все нормально в этом лице но сравнивать Анкоридж и Анадырь по спорту по инфраструктуре даже не в чем ну а так в принципе все всем хорошего дня спасибо за поддержку буду благодарен спасибо что вы на этом канале